Дорхан Нурлубекович, добрый вечер! И первый вопрос такой, где вы сами любите отдыхать? Здравствуйте, спасибо за интересный вопрос. Ежегодно с семьей, с друзьями мы выезжаем в Байновскую курортную зону. Также по возможности стараемся и культурно обогащаться, выезжать в другие страны. Основная дистанция для нас, для нашей семьи, это Байновская курортная зона, также озера пощаем, Тускала, Моралда. Это основные объекты. То есть любите отдыхать в нашей области? Да, обязательно. И как вы сами оцениваете уровень сервиса у нас? Я думаю, сервис всегда есть к чему стремиться, как говорится. Нет предела совершенства, поэтому да, моменты есть, которые нужно развивать. В этом направлении, да, наше управление в целом работает. Вот как раз это же ваша работа в принципе теперь, да? Когда вы ездите в эти поездки, вы какие-то себе отметки делаете? Да, ну, хотел бы отметить, что я с декабря, ну, с декабря прошлого года являюсь руководителем. Туризма. Да, именно туризма. Конечно, теперь больше буду внимания обращать на какие-то вещи. Ну, и думаю, какие-то моменты все равно не оставались незамеченными. Ну, то есть мы эти моменты тоже будем учитывать в работе. Уже совсем скоро начнется высокий туристический сезон. Насколько сегодня готова область к этому? Ну, как обычно, летний сезон, как правило, у нас наиболее популярным местом для внутренних туристов, для иностранных туристов является Пайнаульская курортная зона. Мы, как Управление предпринимательства, которое осуществляет именно государственную политику в сфере развития туризма, в сфере туризма, мы планируем в текущем году организовать 9 мероприятий, связанных с туризмом. Именно в Пайнауле? В целом по области. Мы стараемся охватить, ну, как можно больше территорий, но не секрет, что основной упор у нас делается на Пайнауле. И первоочередно мы на июнь планируем организовать это открытие летнего сезона в Пайнаульской курортной зоне. До открытия летнего сезона, в следующие месяцы мы планируем организовать экологический субботник, то есть по маршрутам именно в Пайнаульской курортной зоне, по объектам, где находятся наши достопримечательности, с волонтерами, со студентами организовать двухдневный субботник, очистить территорию. Также будет поддержка местного Акимата и Байнаульского государственного национального природного парка. Это будет в мае, да? Да, мы планируем до начала сезона организовать такое мероприятие. Еще какие мероприятия будут Байнаульского? Также в следующий месяц мы планируем проводить, это уже на ежегодной основе проводится нашим управлением, это информационный тур для туроператоров, для турагентов, не только для нашего региона, но и для всех регионов страны. Также ежегодно мы приглашаем из ближайших регионов гостей, в том числе мы также призываем блогеров, СМИ также принимать участие и популяризовать наши места. Есть интерес из других регионов? Интерес всегда стопроцентная, полная у нас наполняемость. В этом году мы также ожидаем, что полный автобус мы повезем, покажем все наши достопримечательности и до открытия сезона уже распространим информацию о наших туробъектах. Каждый год мы говорим, что основная нагрузка ложится именно на озеро Жасыбай, а другие озера как-то у нас все-таки не так охвачены вниманием туристов. Что делается для этого? Разгрузить Жасыбай все-таки? В целом бизнес на сегодня, например, если говорить о статистике, например, за прошлый год в нашем регионе именно в сферу туризма было вложено порядка 7,6 миллиардов тенге. То есть этот показатель ежегодно растет. То есть предприниматели вкладываются в строительство домов, отдыха, гостиниц, расширение услуг, то есть расширяют именно, делают реконструкцию, делают рестораны, кафе. То есть они повышают свой спектр услуг. И помимо Баянаула, именно на озере Жасыбай, также на сегодня активно развивается именно бизнес на озере Фабен-Коль, также на озере Турай-Гыр. Сами предприниматели видят интерес со стороны туристов и, соответственно, со спросом они пытаются обеспечить предложение. У нас уже есть на текущий год порядка 6 крупных инвест-проектов, которые в том числе и на озере Сабен-Коль. Планируется строительство дома отдыха. Они в этом году уже будут принимать туристов? Они уже частично начали работу в прошлом году. В этом году у них, то есть, проект в целом поэтапно расширяется. И каждый год они будут расширяться. И мы ожидаем, что на полную мощность они будут к 2025 году. То есть несколько лет эти проекты такие? Да, проект многолетний. И предприниматели очень серьезно настроены. И в целом со стороны Акимата, со стороны нашего управления, поддержка имеется. Ну вот сезон уже закончен, горнолыжный. Но вот по Морзашуке очень много вопросов. Когда там будет построено, может, тоже какой-то отель или гостиница? Да, вот Морзашуке, как мы знаем, горнолыжная база. На текущий момент там свою деятельность ошляет подрядчик, подрядная организация. Согласно их информации, ежегодно, ну то есть именно в сезон порядка 5000 человек они принимают, оказывают услуги. На ближайший год, точнее на этот год, в планах подрядной организации строительства дома, отдыха небольшого, также они расширяют свои услуги. То есть там у них кафе сейчас стоит. То есть раньше такого не было. И со стороны Акимата, ну как бы на ближайшие годы тоже есть планы о подведении воды, ну чтобы более обеспечить большим объемом снега. Ну как бы это тоже одна из проблем Морзашука. Как бы туристы ездят, как бы катаются. Но снег как бы... Очень короткое время там. Да, и ввиду такой специфики, ну одно из решений это как бы искусственный снег. Мы знаем, что в правительстве принята программа до 2025 года, где Байнаульская зона вошла в 10 топ мест Казахстана. Это вот одна из 10 наций. И там в планах написано, что Байнаул может принимать в перспективе до 450 тысяч туристов. Насколько это реально? Ну, если смотреть последнюю статистику, у нас вот последняя статистика, это за 3 квартала прошлого года, то в целом в нашей области было оказано 155 тысяч услуг, то есть 155 тысяч человек, в том числе резиденты и нерезиденты, получили услуги в сфере туризма. Если говорить о Байнаульской курортной зоне, то там было оказано порядка 70 тысяч услуг. Это за 3 квартала. На текущий год мы ожидаем, что данный показатель достигнет до 100 тысяч человек. То есть в целом показатели растут. Да, 450 тысяч – это большая цифра. Но тем не менее, как бы с учетом развития… То есть будут развиваться другие озера, другие зоны? Да, если, конечно, все озера будут как бы полноценно функционировать и предприниматели в полной мере реализуют свои инвестиционные проекты, конечно, мы будем близки к данным показателям. Ну вот дестинация – это совокупность инфраструктуры и услуг, да? Но у нас вот нет инфраструктуры, да? Вы, наверное, тоже можете это признать, что у нас нет до сих пор нормальных туалетов, таких элементарных удобств. Ну, по инфраструктурам, если говорить, по информации Акиматов, которым мы последнюю информацию собирали, за прошлый год по области было реализовано 8 инфраструктурных проектов свыше 150 миллионов тенге. По тем объектам – это тот же Байноу, район Ахулы, Щербактинский район. То есть по ним инфраструктура подводится. До 2025 года также запланировано порядка 10 проектов до 2025 года. В том числе, ну, такие инфраструктуры, как та же реконструкция автодорог, строительство автодорог, подведение как бы сотовой связи, ну, как бы именно интернет, чтобы нормально работал. То есть на все эти направления, ну, как бы со стороны Акимата, со стороны местного исполнительного органа, со стороны области, ну, особое внимание, конечно же, уделяется. Также хотел бы отметить, по туалетам, как бы мы их называем санитарно-гигиенические узлы. По данному направлению, как бы в прошлом году Министерством культуры и спорта, Республика, Астан, было, как бы внедрены четыре меры государственной поддержки, вот одна из которых – это субсидирование на, как бы, содержание санитарно-гигиенических узлов, то есть СГУ. То есть предприниматели наши местные могут, у которых, которые расположены вдоль дорог, то есть это объекты придорожного сервиса, будь то АЗС, кафе, рестораны, те же шиномонтажные центры, ну, шиномонтаж, они могут претендовать на государственную поддержку, если у них имеется СГУ, и он соответствует требованиям, как бы… Стандарт, который министерство установило, то они могут ежемесячно, как бы, получать от нашего управления, как бы, государственную поддержку в виде 83,3 тысячи тенге, то есть только на содержание. То есть это дополнительно, как мотивация для… Ну, есть же такие желающие, потому что, ну, как мы сейчас видим, там, санитарные условия никто не соответствует. Ну, мы, как правление, работу по информированию предпринимателей осуществляем. По прошлому году, так как это были новые правила по Казахстану, ну, по всеми регионам были даны предложения по, как бы, снижению критерий требования, так как, ну, завышены были требования. По текущему году уже интерес есть, мы ожидаем, ну, несколько проектов уже поддержать. Мы думаем, как бы, начать с нескольких проектов, а затем уже в виде, как, готового кейса, примера уже на примере этого проекта уже информацию… То есть летом можно ожидать изменений? Лучше устроить? Ну, думаю, поэтапно, да, думаю, крупные, как бы, объекты СГУ, они будут, ну, уже заинтересованы в такой поддержке, так как 83 тысячи деньги – это та же зарплата человека, кто это будет, как бы, уборку какую-то элементарную соблюдать, может, какой-то элементарный, ну, как бы, ремонт потребуется. Ну, то есть это, как бы, небольшая, но зато здесь фишка в том, что можно много предпринимателей, ну, как бы, охватить за счет этой поддержки. Кроме Байнаульской туристической зоны, где еще можно у нас отдохнуть? Ну, пляжный сезон у нас, как правило, мы ожидаем, что в этом году, ну, естественно, город Павлодар, набережная, также поселок Солнечный, город Экибастус, также наши соленые озера Тускала, Мараудэ откроют свои двери для посетителей. Кроме этого, летний сезон у нас активно посещает Чалдайский бор, также Сосновый бор в Павлодарском районе. До начала, ну, как бы, летнего сезона Акиматом, также вот организациями, которыми обслуживают, ну, эти места, они будут проводить благоустройство заблаговременно, ну, то есть после зимы, как бы, приводить все соответствие и открывать, как бы, объекты для посещения туристов. Вот много последние годы говорим о техно-туризме, об этно-туризме, как-то будут развиваться эти направления? Ну, в целом, я бы сказал так, что этно-туризм, это, как бы, этнологический туризм, это, как бы, популяризация, как бы, национального быта, казахского быта. Как правило, ну, как бы, такой туризм, он очень интересен для иностранных туристов. Соответственно, если спрос, как бы, будет возрастать, естественно, предприниматели будут предлагать такие услуги. Ну, многие есть у нас и, как бы, такие городки, которые полностью юрточные, например. Основная дистинация, отмечу, что это Байноу, они предлагают, как бы, такие юрточные городки. Также, ну, наверное, сами знаете, дома отдыха часто, как бы, у своих основных объектов они еще и устанавливают эти кюзюлер, чтобы, как бы, туристы тоже могли, как бы, пожить. Ну, и в том числе с оформлением, как бы, национального быта. Вот еще одно популярное сейчас направление глэмпинг у нас есть в области? Гламурный кемпинг, так понимаю. Ну, глэмпинг, как бы, он развивается, как бы, ну, естественным путем, как бы, со стороны государства. Если предприниматели нуждаются в поддержке, и они, как бы, ну, меры поддержки для предпринимателей, в том числе для именно туристской отрасли, она есть. Если, как бы, предприниматели захотят такое направление развивать, как бы, государство полностью готово. А какие меры поддержки государство вообще предоставляет предпринимателю? В целом, как я уже вот ранее отметил, четыре меры государственной поддержки. Вот одно из них на содержание СГУ. Субсидирование. Два из них — это субсидирование затрат на строительство объектов туристических и также на строительство объектов придорожного сервиса. То есть на два эти направления, если предприниматели построили, подтверждают объем инвестиций, которые они вложили, и они могут рассчитывать от государства в размере 10% после того, как они введут объекты в данные в эксплуатацию. Также одна, ну, последняя мера поддержки, а также новая — это на субсидирование затрат на приобретение автобусов именно для цели туризма. То есть более 8 мест. В данном случае предприниматели могут рассчитывать на поддержку после приобретения до 25% от стоимости самих автобусов. Здесь отмечу, что в случае получения такой поддержки предприниматели в течение последующих 5 лет не могут отчуждать данное имущество. Продавать, да? Да, продавать не могут, а также не могут осуществлять другую какую-то иную деятельность. То есть цель должна быть именно связана с туре. Если такие факты будут подтверждаться, соответственно, судебно-порядки данные средства будут возвращаться в государство. Дархан Трулубекович, я благодарю вас за интересную беседу. Надеюсь, отдохнуть в этом году получится у всех, отдохнуть качественно, так скажем. Наш эфир подошел к концу. Встретимся на телеканале «Ертас». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова